Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В начале коротко о главных темах выпуска. Новосибирцев обучат финансовой грамотности. Пользователи интернета смогут онлайн увидеть жизнь кенгуру в зоопарке и в областной столице откроют выставку в честь почетного жителя города. Новосибирская областная научная библиотека открывает школу финансовой грамотности для горожан. Занятия будут проводиться один раз в месяц. Первый урок пройдет сегодня на тему безопасное использование банковских карт. В частности, посетители узнают об их видах и возможностях, расскажут также о преимуществах и бонусах использования пластика и напомнят о мерах безопасности. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Найти работу стало сложнее. Количество вакансий в Новосибирске за два месяца снизилось на 12%. Среднюю зарплату предлагают в районе 33 тысяч рублей. В сентябре работодатели готовы были платить на тысячу рублей больше. На 20% меньше стали нуждаться в рабочем персонале. На втором месте сфера строительства. Тройку замыкают транспортники и офисные работники. Мэр откроет экспозицию на завтра и навсегда в честь Михаила Лаврентьева. Руководство города сегодня посетит поезд-музей «Новосибирск-Новониколаевск», посвященный 115-летию со дня рождения выдающегося ученого, основателя и первого председателя сибирского отделения РАН, герой социалистического труда, почетного жителя областной столицы. В экспозицию вошли материалы и фотографии, рассказывающие о Михаиле Алексеевиче, так что пассажиры метро увидят уникальные архивные данные, предоставленные Новосибирским государственным краеведческим музеем. Напомню, открытие поезда музея состоялось в 2010 году. За время его существования организовали больше 20 экспозиций, посвященных истории мегаполиса. 70-летний юбилей отметил сузунский поэт Леонид Долгов. Поздравить юбиляра пришли многие почитатели его таланта, в том числе и наша съемочная группа. Леонид Епифанович сочинять стихи начал только в 40 лет. Сегодня на его произведение написано много песен. Так что хватился я поздно. Как-то получилось все неожиданно, от себя не ожидал. Попробовал пару строк, попробовал одно стихотворение написать. Вроде показалось, что неплохо, но надо еще пробовать. Сузунскому поэту 70 лет. Поздравить приехали не только местные жители, но и гости из других районов области. Мы желаем ему долголетия, именно долголетия, потому что смысл его жизни, я понимаю, что стихи. Начинать с инженера, иметь техническое образование и все это забросить и уйти, именно это дорогого стоит действительно. Творчество Долгова изучает на уроках в его родном селе Малышево. Наизусть цитирует понравившиеся строчки. Он находит такие образы, такие метафоры, каких даже, вот, я диву дашься, где он их берет. Поэтому тут можно целую кладезь найти, вот таких вот открытий в его стихах. Неоднократные участники региональных поэтических конкурсов. Песня «Сторона Сузунская» – лауреат конкурса, посвященного Шукшину. На сегодняшний день он выпустил три сборника стихов. Перед сном идет проверка, старшина берет талмуд. Не сбежал ли наш Валерка батальонный баламут? В копилке у Леонида Долгова больше 500 написанных стихотворений, 200 песен и еще много панов на дальнейшее творчество. Светлана Соколова, Сергей Кушаков, Новости ОТС. В Новосибирском зоопарке заработали новые веб-камеры. Пользователи интернета теперь могут следить за жизнью орангутана и кенгуру. График трансляции составили с учетом часов кормления и уборки вольеров животных. А выбор именно этих видов для наблюдения объясняется советами сотрудников зоопарка и пожеланиями самих новосибирцев. Напомню, в августе началась трансляция с двух веб-камер в вольере белых тигров и еще двух из вольера белых медведей. В результате к октябрю было зафиксировано уже 200 тысяч просмотров. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Субтитры делал DimaTorzok Служба информации телеканала ОТС приветствует вас в студии Александр Журбин. Начну с главных тем этого выпуска. В регионе пройдет декада инвалидов, в Новосибирске откроют каток и карасокские мультипликаторы отметят день рождения. Новосибирск Заботы о старшем поколении в Новосибирской области готовятся к проведению декады инвалидов. В программе порядка 80 мероприятий, в том числе заседание Совета по делам людей с ограниченными физическими возможностями при губернаторе Новосибирской области. Благотворительные акции и концерты, выставки прикладного творчества, спортивные конкурсы, круглые столы, ярмарки вакансий и прочее. Как сообщили в Министерстве социального развития региона, декада пройдет в регионе с 1 по 10 декабря. Однако некоторые мероприятия пройдут уже в конце ноября. Карасукская детская мультипликационная студия «Семирамида» отмечает день рождения. 9 лет. Ежегодно мастерскую талантов посещают десятки школьников. А фильмы юных мультипликаторов сегодня получают признание на всероссийских и международных конкурсах. Владивосток, Ялта, Москва, Санкт-Петербург – это география мест полученных грамот и дипломов различного уровня. Солидная стопка заслуженных наград – не предел. Уже сегодня карасукские мультипликаторы готовятся к участию в очередном конкурсе. Создание мультфильма – процесс кропотливый. И, по словам руководителя, часто главная фраза или идея – это случайный вариант, который педагог должен поймать и направить в нужное русло. Мимолетная случайность, когда беседа об овощах была такая, и коронную фразу сказала Лиза наша, когда спросили, а почему до узла? Какие родители, такие дети. И все. И родился фильм, который заключался вот этой фразой, как бы такая точка. В Искитимском районе прошел конкурс среди школьных команд. Его участники – самые активные ученики, которые умеют не только собрать вокруг себя единомышленников, но и решать проблемы своего села. В жизни просто мы активны, креативны, позитивны. Никогда не унываем, в школе нашей помогаем. К этой встрече ученики сельских школ готовили не только кричалки и девизы. Каждый из ребят принял участие в реализации социальных проектов, о чем они сегодня и рассказывают совету жюри. Девчата из поселка Листвянский собирали деньги на покупку канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей. Эти дети действительно на самом деле отличаются. Они активисты, они везде всегда впереди. Эти дети на самом деле обладают лидерскими данными, потому что они идут всегда впереди, ведут за собой. Учились, учились, услышали про это объединение. Все пришли, познакомились. Все, вот так-то и пошло, поехало. Ребята благоустраивают родники, проводят патриотические игры. Проводим ежегодную благотворительную акцию «Доброе сердце себе». Хотелось бы увидеть какие-то новые идеи от ребят, что они проводят у себя все. Может быть мы выведем их мероприятие на уровень районный и поможем им это сделать. Рассказ о своих проектах – лишь часть конкурса школьных команд, в котором победили ребята из небольшого села Мосты. Впереди еще много добрых дел, в которых они, как всегда, станут активными участниками. Ирина Звягина, Владимир Инопричук, новости ОТС. Сегодня откроется каток на стадионе «Спартак». Он будет работать ежедневно, кроме понедельника, в будние дни с 4 до 9 вечера, на выходных с 11 утра до 22. Детям и пенсионерам час катания на арендованных коньках обойдется в 70 рублей, а взрослым – в 170. Если есть свои, катание станет в два раза выгоднее. Ледовая площадка освещена, организовано музыкальное сопровождение, рядом с катком оборудовано кафе. Пока это все актуальные новости к этой минуте. С ними воспознакомил Александр Жорбин. Следующий выпуск через полчаса. Всем удачной среды и до встречи на нашем канале. Новости ОТС Новости ОТС Доброе утро. Новости ОТС Александр Шурбин. Вначале коротко о главных темах выпуска. Губернатор встретится с шахматистами, инвестиция в капитальный гараж окупится быстрее, чем в парковочное место и в регионе выберут лучшего дизайнера. Как отпугнуть красного петуха? В Новосибирской области стали чаще гореть бани. Только за два выходных дня в регионе произошло 15 пожаров. С начала ноября в парилках потушили 25 огненных вспышек, что в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Чаще всего пламя возникает из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Также причиной служит возгорание сажи, накопившееся в большом количестве в каналах. Сотрудники Государственного пожарного надзора напоминают, риски пожара в быту во время холодов возрастают, особенно при несоблюдении требований безопасности. Встречу с участниками Кубка европейских клубов по шахматам проведет сегодня губернатор Новосибирской области. Напомню, в конце октября сборная команда региона Сибирь одержала победу в этом престижном соревновании. Путевку на него спортсмены завоевали, заняв первое место в мужской премьер-лиге командного чемпионата России по шахматам, проведенного с 30 апреля по 10 мая в Сочи. В Новосибирске дорожают капитальные гражи. Это выяснили аналитики городского портала. По их наблюдениям, место для автомобиля сегодня выгоднее снимать, а парковку можно приобрести дешевле, чем год назад. По данным специалистов, средняя цена капитального гаража в Новосибирске за 2015-й превышает полмиллиона рублей, а вот аренда гаража при этом за год снизилась и держится на отметке в 5700 рублей в месяц. При таких условиях гараж окупит вложения за 7 лет. Парковочное место чаще всего – это подземная площадка, стоит сегодня в среднем 600 тысяч рублей, что на 16% ниже показателя прошлого года. При этом стоимость аренды такого варианта уже год стоит на месте и составляет в среднем 5000 рублей. За счет увеличения посевных площадей в овощеводском хозяйстве Машковского района увеличили объемы производства. В итоге продуктов по торговым сетям региона теперь развозят в разы больше. Зинаида Миронова побывала на предприятие. Скорость транспортера невысокая, однако неумелый вряд ли справится с ходом овощей. Вера Николаевна успевает сортировать картошку не только на своей ленте, но и помогать сотрудницам. Выработать такую ловкость рук хватило месяца практики на предприятии. Привыкло уже, для меня уже очень просто, так работает легко, хорошо. Выращивают, сортируют и фасуют. В этом году за счет увеличения посевных площадей собрали на несколько тысяч тонн больше свеклы и моркови. Сейчас в овощехранилищах Емельяновского предприятия больше 17 тысяч тонн корнеплодов. Хранилище у нас, в общем-то, рассчитано на достаточно большие объемы производства. И те производственные линии, они позволяют нам выпускать до 80 и выше тонн продукции в сутки. То есть, это уже переработанное сырье. Перерабатывают на предприятии картофель, свеклу, морковь и лук. А прежде чем корнеплоды попадут на транспортер, его моют, сушат и проверяют на зараженность. Работают овощеводы строго по заказам покупателей. Весной на предприятии начнут строительство водохранилища. Так что на случай засушливого лета орошать поля будут самостоятельно. А это уверенность в хорошем урожае. Зинаида Миронова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. В регионе стартуют отборочные соревнования финала Сибирского федерального округа чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills. Первый стартует в номинации дизайн одежды с 18 по 20 ноября на базе Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса. В них примут участие 13 студентов. Кроме того, в рамках мероприятия для школьников и преподавателей запланированы семинары, мастер-классы и выставка современной техники. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. Вначале коротко о главных темах выпуска. В Новосибирской области откроют ледовые переправы. Росельхознадзор заставит заплатить штраф у нарушителей закона и в областной столице покажут самые интересные фильмы о науке. Две ледовые переправы планируются к работе в Новосибирской области. В Ордынском районе зимой традиционно открываются два пути на Новосибирском водохранилище. Время начала их работы зависит от климатических условий. Ориентировочно они будут организованы в конце января или начале февраля 2016 года. Ледовые переправы соединяют населенные пункты Ордынска-Нижнекаменка, а также Спирина и Чингиз. Въезд на них будет разрешен только при их полной готовности и после приемки специальной комиссии. Нарушителям грозит административный штраф. Почти на 90 тысяч рублей выписал штрафов Россельхознадзор по Новосибирской области. С начала года ведомство тщательно проверяло сельскохозяйственные выставки. Больше 300 тысяч единиц саженцев яблони, груши, сливы, вишни, облепихи, роз и другого посадочного материала проконтролировали инспекторы. В ходе их работы установили нарушение требований российского законодательства. В отношении всех виновных лиц составили протоколы. Общая сумма штрафов почти 90 тысяч рублей. Карасукская детская мультипликационная студия «Семирамида» 9 лет. Ежегодно мастерскую талантов посещают десятки школьников. Затем, как происходит, создание очередной работы наблюдала Валентина Чемизова. Движение за движением, кадр за кадром. Создание мультфильма – процесс кропотливый. Дима Булатов, студии «Второй год». Сейчас занимается рисованной анимацией. Вот сейчас я делаю мультфильм на планшете графическом. И вот тут уже гораздо сложнее, потому что надо вот все линии вот так прорисовывать, каждый кадр прорисовывать и все раскрашивать потом. А это коллективная работа. Ребята учатся работать сообща и последовательно выстраивать мысль. А мы делаем мультик «Зачья душа». А о чем этот мультик? А то, что сзади была страшная Бога. Наталья Анатольевна говорит, творческий процесс неуловим. Часто главная фраза или идея – это случайный вариант, который педагог должен поймать и направить в нужное русло. Мимолетная случайность, когда беседа об овощах была такая, и коронную фразу сказала Лиза наша, когда спросили, а почему до узла? Какие родители такие дети? Вот. И все. И родился фильм, который заключался вот этой фразой, как бы такая точка. Владивосток, Ялта, Москва, Санкт-Петербург – это география мест, полученных грамот и дипломов различного уровня. Солидная стопка заслуженных наград – не предел. Уже сегодня карасукские мультипликаторы готовятся к участию в очередном конкурсе. Валентина Чемизова, Владимир Литау, Новости ОТС. Самые интересные фильмы о науке со всего мира можно будет увидеть в Новосибирске. С 18 по 21 ноября в НГУ пройдет специальный фестиваль. Десятки городов примут участие в этом мероприятии. Российским студентам из более чем 100 вузов представляется возможность посмотреть лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях и жизни великих ученых. После каждого кинопоказа – дискуссия. Посмотреть фильмы можно в НГУ в код свободный. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале.